Уважаемые коллеги, мы продолжаем наше заседание. Следующий доклад будет читать Игорь Захаров по квантовым алгоритмам для решения волновых уравнений и обратных задач. Здравствуйте, коллеги. Значит, вот как раз тема на экране. Волновое уравнение теории, в частности, практика. Ну, практика какая? У нас нет компьютера, на котором могли бы это все практиковать. Поэтому практика будет в кавычках, связанная с тем, что мы используем наш суперкомпьютер в Скалтехе для того, чтобы эмулировать то, что мы нарабатываем как математические алгоритмы. Вот. Значит, сейчас я попробую, потренируюсь в том, что это. Вот. Значит, тема. Во-первых, расскажу немножко о том, что нас мотивирует. Вот. И современное состояние методов решения применительно к волновому уравнению. Значит, приблизительно введу вас в курс того, что гуляет по исследователям в настоящий момент. И, собственно, как мы решаем эти задачи, в частности, применение к волновому уравнению. И вот особенности реализации, результаты работы – это, собственно, то, что имеет отношение к тому, что я назвал практикой. Вот. Теперь, значит, провернем дальше. И, собственно, зачем мы это делаем? Здесь есть целый класс задач, имеющие отношение к гиперболическим уравнениям второго порядка, кофициальным уравнениям второго порядка, который, собственно, позволяет… Ну, любое уравнение второго порядка можно переписать как систему уравнения первого порядка. И то, что создает, собственно, вот это название гиперболически, это то что вот эта матрица которая смешивает систему уравнение первого порядка что она имеет определенные свойства вот это свойство этой матрицы это то что она имеет вещественные собственные значения и вот их тоже упорядоченность она напоминает те свойства которые которые тоже имеет уравнение шрёдингера и вот идея того что вот эту специальную вот эту систему гиперболических уравнений можно решать через уравнение шрёдингер она и лежит в основе квантовых алгоритмов основанных на эволюции гамильтониана и уравнение шрёдингера и вот все что мы делаем и делаем в рамках вот этой вот задачи то есть мы хотим здесь мы фактически целимся на целый класс уравнений второго порядка и пытаемся наметить пути решения с помощью квантовых алгоритмов для этого класса задач и вот используем значит прежде всего наработки коллег в частности провернем значит вот собственно ну вот на предыдущем слайде я уже упоминал здесь я не прочитал но педро коста там и вот и коллеги развили целый подход на основе уравнение шрёдингера в котором в том числе строится некоторые догадки насчет того какова сложность вычислительная сложность этих алгоритмов опять же нужно понимать что что прийти к этим всем выражениям мы рассматриваем как дискретизацию системы которая состоит тоже и в классическом случае то есть здесь ничего нового дискретизации системы и здесь я написал собственно масштабируемость классического случая потому что будем с этим сравнивать позже и потом вот гамильтониан система записывается это у кости все присутствует используется система решения с помощью оракула и тут у меня будут критические ремарки по этому поводу вот и оценка количество двухкубитных гейтов которые вы видите как они собственно показывают что они масштабируются как линейная линейная функция от n а n это количество дискретизационных точек то есть вот в одномере а это первое что решается в одномерная постановка задачи и собственно вот количество точек дискретизации входит как множить или вот компонент главный компонент в оценку количества двухкубитных гейтов это уже неважно операций вот и казалось бы что это лучше чем классическое выражение но тут возникает вопрос а что мы делаем 40 окол это некое устройство которое позволяет скрыть особенности квантовый алгоритм сказать то что мы не знаем это для нас делает некий черный ящик данном случае черный ящик обеспечивает доступ к элементам матрицы этого гамильтониана которые не нулевые и можно действительно но обычно это вообще даже не рассматривается как сложность можно в принципе построить квантовый алгоритм который этот оракол реализует на гейтах и это было сделано в статье вот suana или suau не знаю как это произносится точно вот но там показано что чтобы реализовать этот оракол нужно ну миллион гейтов то есть вот здесь начинается опять же практика которой я говорю чтобы действительно оценить можем ли мы решать такие задачи этот класс задач или нет нужно практически пройти полную реализацию от задачи и постановки задачи до получения реального ну хотя бы на эмуляторе реального вычисления на тех гейтах которые вот нужно реализовать для решения этой задачи тут много всего интересного на этом слайде я на всем не остановлюсь здесь сконцентрировано фактически все современное понимание вот этого процесса вот то что здесь входит как главный элемент в оценку количество операций это собственно норма матриц и вот она пропорционально видите вот здесь вот пропорционально вот этому dx который определяет количество точек дискетизации вот тут то мы начинаем видеть что вот это вот два в степени n а n у нас количество кубитов она заходит вот сюда вот два в степени n заходит вот сюда как это то или вот это m вот и ну гамма вы тоже увидите это позже на моих слайдах это некий масштаб системы вот так это строится и вот так это можно оценивать значит у меня здесь вопрос такой если мы соединим оракл с этим у нас получается n квадрат соответственно классическим или нет но вот обычно это в литературе вообще никак не обсуждается у нас это просто не не очень интересует потому что мы не собираемся возиться с ораклами оракул как таковой признан нами ну это наше субъективное мнение это некая математическая конструкция которая для практических задач не подходит значит мы решаем это по-другому мы я сейчас проверну дальше получится она вращается вообще здесь вращается значит что мы хотим мы сохраняем формулировку задач в принципе одномерной как у коллег которые это решали до нас но во первых давайте ведем переменную скорость то есть вот это первое существенное усложнение задачи которые мы вводим до сих пор это была постоянная скорость она фиксирует гамильтониан в одном месте фактически с помощью этих коэффициентов и все мы вводим переменную скорость теперь мы не хотим использовать оракл это значит что мы будем этот гамильтониан разлагать на строки паули чтобы выразить его в операциях которые может выполнять гипотетический квантовый компьютер и тогда мы должны произвести тракторизацию то есть определенная так как строки паули не коммутирует между собой в общем случае мы должны будем правильно их сопоставить чтобы получить решение задачи вот это вот я не буду тоже достаточно говорить и затем чтобы действительно понять мы решили задачу и нет нам нужно сделать будет точную эмуляцию вот этим мы будем заниматься это практика который понятно и вот в результате только этих шагов мы говорим что мы можем оценить количество гейтов и масштабирование не с помощью это только абстрактного о чего-то а вот именно исходя из реальных так сказать полученных на эмуляторе вычислений численного эксперимента вот теперь значит чтобы все это реализовать давайте прокрутим дальше попробуем так крутится нет вот сейчас крутится значит так смотрите удалось получить достаточно уникальные результаты математических исследований которые заключаются в следующем ну так мы разлагаем гамильтониан так на самом деле это сам процесс разложения гамильтониана на строке паули является экспоненциальным значит нам удалось найти результаты при которых мы обнаружили способ разбить тридиагональную матрицу на вот такое вот количество как здесь указано слагаемых это n количество кубитов плюс 1 умноженное 20 слагаемых у нас получается для разложения тридиагональной матрицы и вы доказали математически что гамильтониан состоящий из вот такой вот конструкции которая встречается у нас волновом уравнении то есть это вот фактически переписывание уравнение второго порядка на систему уравнения первого порядка он создает вот такой гамильтониан вот это разложение оно эквивалентно вот этому разложению доказан математический факт мы готовим публикацию вот кстати борис арсеньев здесь в зале он вы можете с ним побеседовать на эту тему теперь важное важное добавление ко всему этому вот математическому это что скорости которые входят вот обычно фиксируется волновом уравнении у нас они переменные они входят как параметры веса разложения вот этого гамильтониана то есть таким образом мы получили инструмент который позволяет нам водить скорости не во время разложения а когда уже разложение произведено у нас оно разложение создает структуру цепей квантовых цепей которые можно заложить в компьютер раз и навсегда на решение этой задачи и затем мы просто добавляем туда как параметры те скорости с которым мы хотим считать вот собственно что происходит и для иллюстрации вот этого разложения если вот эта вот картинка такая да вот это b bar это b цветом показаны те операторы паули строки паули которые селектирует фактически те элементы матрицы которые мы которые имеют значение для нашей задачи вот значит это три диагональной матрицы элементы будут расположены вот так вот вдоль вот этих диагональ и одно из вот этих построений которые селектирует элементы которые находятся вот здесь вот на анти диагонали всей всего гамильтониана Она фактически проселектирует вот эти элементы матрицы, равные нулю, только в середине две равные, не нулю. И вот эти только и вылезут как веса для всех строк Паули, которые образуют вот эту антидиагональ. И, соответственно, можем уже потом ввести вот только вот эти веса как множители при скоростях, которые находятся в этих местах матрицы. Вот, собственно, что удалось получить для этого разложения. Вот, значит, ну хорошо. Теперь с этим разобрались. И теперь я прокручу чуть дальше. Практически вот, собственно, и вся схема реализации работы. Смотрите, раз мы получили разложение, которое дает структуру полностью квантовой цепи для решения волнового уравнения, мы ее записываем как некий квантум ассемблер и читаем ее в эмулятор на классическом компьютере. Значит, все, собственно, мы решили задачу фактически, ну почти, скажем так, да. Теперь, чтобы мы ее зачитали, вот здесь вот она, это некая программка, она ее загружает в файлы, которые создаются разложением и пересчитывает заодно коэффициенты, которые нужны для ввода параметров волнового уравнения скоростей. Потом мы повторяем ее R раз, а R это количество шагов троттера, я сейчас об этом скажу на следующем слайде. И, собственно, добавляем начальные и конечные условия, если у нас есть конечные или начальные. И потом мы просто эмулируем эту систему уже в киските. Все. Буквально небольшая программка, но учитывает результаты, все математические результаты, которых я сказал. Вот. Теперь работа этой системы. Переводим на следующий слайд. Здесь что изображено. Значит, здесь количество кубитов по горизонтали. По вертикали время фактически выполнения одного шага троттера. Ну, здесь мы на CPU считали, здесь на GPU, одном GPU, здесь на 16 одновременно. ЦПУшника, CPU, ядрах суперкомпьютера в ЖРСе. Ну, я это делал для того, чтобы сравнить скорости. Да, но здесь мы видим, что мы, в общем-то, до 18 кубитов вполне себе нормально справляемся с эмуляцией решения волнового уравнения. Для выбранных параметров они могут быть любые. Как я сказал, мы их заполняем уже по ходу, когда нам нужно получить решение. Матрица заново не разлагается уже на операторы Паули, не раскладывается. Вот. Ну, если хотите, вот здесь вот ремарка, что вот GPU быстрее, ну, вот, как бы это нас сейчас не сильно интересует. Вот. Вот. Теперь следующий слайд. Разобрались, что один шаг троттера, ну, один шаг, так сказать, вот, троттера, получение результатов применения гамильтуниана, то бишь строк Паули, соответствующий одному шагу троттера, мы сделали и делали им эффективно, и это у нас получается очень хорошо. Теперь мы знаем, что нам нужно сделать несколько шагов троттера. Что это есть? Ну, вот здесь вот, на самом деле, что происходит, это, собственно, гамильтуниан, эволюция гамильтуниана в аргументе показательной функции раскладывается как продукт из, собственно, аргументов, и это неправильно. Ну, как неправильно, потому что, так как эти строки Паули не коммутируют между собой, вот это разложение, оно может быть только приблизительным. И приблизительно оно настолько, насколько мы делим вот этот временной шаг на маленькие шажки. То есть мы, как бы, мы уменьшаем размер временного шага. Если бы мы не делали вот этого штуки, и мы могли бы, имели бы возможность в фантом-компьютере решать вот такую задачу с суммой, то нам мы сделали бы один большой шаг, мы бы решили задачу. Нет, мы должны в квантовой цепи, собственно, реализовывать вот это, вот это выражение. А для этого выражения нужно делать маленькие шажки каждый раз, чтобы можно было учесть не коммутирующую природу строк Паули. И вот количество шажков – это вот этот R, количество шагов Троттера. И для того, чтобы вот это вот эффективно считать, коллеги со всего мира, в частности, вот Чайлдс и компания, они вывели формулы, по которым можно увеличивать точность вот этого выражения, в которое переписывается вот эта показательная функция. И порядок формул Троттера, собственно, заходит как остаточный член от выражения, когда мы вот производим вот этот вот переход. И вы видите, что тут есть разное количество порядков, которые мы тоже учитываем в нашей работе. Нам удалось найти, собственно, аналитические выражения для количества гейтов, вентилей, которые нужны для одного шага Троттера. Вот эта вот нижняя табличка, которой для порядка 1-2 одно выражение, для больше, чем 2 у нас выражение посерьезнее. Это потому что формулы уже немного другие. И здесь показано тоже на картинке, как вот это выражение, собственно, работает до определенного количества кубитов. То есть достаточно точно вот это передает то количество гейтов, которое нужно для реализации одного шага Троттера. Теперь перейдем дальше. Самое главное – это теперь оценить, какое количество шагов Троттера нам нужно для достижения определенной точности. И вот здесь вот это сделано. То есть здесь вот на графике, посмотрите, мы берем точность, здесь минус 3. Вот разные точки, соответствующие некоторому количеству кубитов. Здесь они указаны от 3 фактически до 10. И вот эта вот горизонтальная линия, она соответствует точности минус 3. Мы можем здесь на графе прочитать, сколько нам нужно шагов. Видите, например, что для вот зеленой это 5 кубитов. Ну вот нам нужно, скажем, где-то около, ну сколько, 600 шагов. 600 шагов, да. В некоторых случаях для первого порядка формы мы никогда не достигнем точности 10 минус 5. Никогда. То есть использование более сложных, формы более сложного порядка, оно обязательно для того, чтобы можно было решать, собственно, эту задачу. Вот. Значит, теперь вот у нас есть количество шагов Троттера. У нас есть количество гейтов, которые нам нужны для одного шага Троттера. И теперь мы переходим к решению, собственно, задачи уже полностью для обеспечения определенной точности решения. Ну вот, смотрите, вот вентили на шаг Троттера, кстати, это точное число, которое получается из, собственно, эмулятора задачи. Здесь я просто задал вопрос, он распечатал количество гейтов. Количество шагов мы получили из вот этих вот графиков, которые были на предыдущем слайде. Умножаем, получаем то-то общее количество гейтов, которое нужно для решения задачи с определенной точностью. Ну, увидите, что вот если взять точность минус 3, у нас здесь, ну, кажется, миллион гейтов, да? Точность минус 5. Для того, чтобы решать задачу на большом количестве кубитов, нам нужно миллиард вентилей. И вот это вот важное, как бы, понимание того, что здесь это не теоретическое, как бы, воззрение. Это просто вот реально столько нам нужно гейтов, даже на небольшом, казалось бы, количестве кубитов. Это значит, что для нас? Да, небольшое количество кубитов может быть реализовано со временем и на физическом устройстве. Но вот время когарентности, которое нужно для того, чтобы пройти все эти миллиард гейтов, давайте экспериментаторы будут решать вот эту задачу. Но задача поставлена. Вот нам нужно миллиард гейтов реализовать на 10 кубитах, пожалуйста. И тогда мы можем решить задачу. Вот. Теперь. Это что касается практических результатов того, чем мы занимаемся. Теперь немного обратно в теорию. Давайте вернемся к оценкам. Вот здесь вот теоретическое масштабирование пантового алгоритма в одномерном случае, который мы рассматриваем. И еще дополнительно рассмотрим трехмерную задачу. Но здесь уже без привязки к конкретному алгоритму, который мы сами разработали. Здесь просто мы исходим из того, что такой же алгоритм может быть разработан для постановки задачи в трехмерном, в трех измерениях. То есть здесь есть некоторое допущение. И при этом допущении, значит, давайте посмотрим 1D. Вот у нас такая сложность, вот здесь прописана приблизительная сложность, как n в квадрате, сопоставимая с классическим в одномере. Ну и удивительное дело, вот это вот теоретическое воззрение, что если мы сохраняем алгоритм как есть, но переходим в трехмерку, то тогда у нас в трехмерке сохраняется то же самое выражение для сложности, для квантового алгоритма. А вот это уже плюс, это бонус. Конечно, нужно поработать, чтобы этого достичь, действительно найти такую реализацию. Но вот тут-то нам обещают и преимущество или превосходство в данном случае. В трехмере мы, в принципе, получаем, если мы сравним вот это вот трехмерные вещи, то тогда где-то, ну даже чуть меньше 15 кубитов нам обещают превосходство, квантовое превосходство, вот эти формулы. При том, что на одномере мы проверили, на трехмере мы теоретически вывели вот это значение. Вот, собственно, тут мы подбираемся действительно к тому, чтобы получить указание, целеуказание для того, что где можно действительно для этих вот задач получить ускорение. И еще одна практическая вещь, которую я хотел бы упомянуть. Так как у нас есть реальный эмулятор, мы можем и производить измерения. То есть дополнительно к теоретическим каким-то воззрениям, вот эти оценки, мы можем фактически произвести измерение масштабирования. Так, я еще не переключил здесь. Давайте перенесемся на следующий слайд. Вот здесь вот. Да, вот тут. Значит, что тут показано? Мы просто проводим численный эксперимент. В этом численном эксперименте мы берем нашу программу эмуляции, и мы смотрим, какое количество гейтов фактически нам нужно для решения задачи. Ну, скажем, для вот 10 минус 5 сложности. Здесь количество кубитов, здесь количество гейтов. И мы фактически замечаем, что фактически вот, если сравнивать с теоретическим, с уицидической верхней уровней оценкой, то практически на измерениях мы показываем результат получше. То есть даже в одном мере у нас не все потеряно, если мы действительно сможем реализовать миллиард гейтов, извините, на квантовом компьютере. Вот. Так что, вот, собственно, правда, здесь вот, ну, где здесь кач, собственно? Это то, что количество вот до преизмерения это получается очень наглядно. Вот. Вот этот вот фактор, который заходит не только в масштабирование, но и сам константный фактор, который обычно не учитывается при верхнем уровне оценки, он большой. И вот тут-то возникает трудность у нас в эмуляции. Все? Выводы. Так, выводы. Мы в следующем слайде. Я закончил. Значит так. Реализован действительно квантовый алгоритм для решения гиперболических уравнений в одномерной постановке. И это волновое уравнение с переменными коэффициентами, что, в общем-то, не встречается в литературе. Мы будем публиковаться постепенно. Значит, все экспериментальные размеры сопоставлены с теоретическими оценками. То есть мы уверены в результате. Верхнеуровневая оценка масштабирования количества операций от размера системы. Ну вот тут вот у нас дискуссионные пункты. Значит, действительно хуже, чем измеренная. На небольшом... Верхнеуровневая оценка хуже, чем измеренная. То есть на самом деле лучше мы работаем, чем верхнеуровневая оценка. Это нужно учитывать, когда вы составляете верхнеуровневую оценку. Все будет лучше. Но, действительно, померили мы только за 9 кубитов. Ну вот, как бы вот так, да. Демонстрация квантового преимущества у нас не получилась в данной работе, потому что вот эта вот константа, которая стоит впереди, она, ну, очень сложно с ней работать. 8 часов считать, чтобы получить одно вычисление, в общем-то, не очень комфортно. Нужно подумать, как это решать. И, действительно, мы надеемся на трехмерную постановку, будем над этим работать. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Спасибо большое за интересный доклад. Такой вопрос, межконцептуальный. Вот в классике, если мы решаем подобное уравнение, ну, наверное, конечный пользователь хочет видеть там, ну, вот распределение температур, например, стержень. Когда мы вкладываем вот эту задачу в кванты, если я правильно понимаю, конечным итогом является квантовое состояние, амплитуда вероятности которого содержит как раз-таки вот этот профиль распределения, ну, в основном говоря, температуры. Вопрос, а что с ним дальше делать? Вот есть какое-то понимание? Мы же не можем достучаться до конкретной точки, да? Вот так. Абсолютно верно. Значит, это то, что убивает любой квантовый алгоритм на корне. Потому что если мы будем проводить томографию квантового состояния, то мы все вот это, что я рассказал, можно забыть. То есть, если вот сейчас мы действительно просто получаем в конце вот с эти оценки, с эти гейты, это просто квантовое состояние в конце. Это не результат расчета, как на классическом компьютере. На классическом компьютере у вас сразу все вектора, все есть. Здесь нету этих векторов. И вы их не можете получить за то время, которое я вам показал. Это фундаментальная проблема. Как ее решать? Ее не решают вот на этом уровне. Ее можно только решить, если вы хотите что-то сделать с этим состоянием еще. Ну, вот тут обратно к Владимиру, не даст соврать, пусть он тогда берет там вариационные задачи разные. Вот это там, вот это квантовое состояние, пусть ему идет и решает что-то. Вот это следующий шаг. Если нужна томография, если нужно вытащить вектора, все. Это ремарка тоже, которую я делал насчет вот этого random walk, случайного блуждания. Ну, вот томография, все, мы теряем. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад, очень интересно. У меня возник вопрос, как задаются ограниченные условия, особенно для трехмерного уравнения. Замечательно. Значит, вот так. Значит, смотрите, вот это вот, то, что я вначале показывал, вот эти вот условия, собственно, вообще применения, применение вот этих вот методов для гиперболического уравнения, оно накладывает ограничения на вот эту вот матрицу, которую мы переписываем. Там должны быть вещественные значения этой матрицы, чтобы оно соответствовало уравнившению шейдинга. Это значит, что диссипационные члены недопустимы, мы не можем их использовать. Значит, что то, что на границе, если там должно что-то утихать, и так далее, это у нас не получится. Это ограничение. Дерехленные, нейманы условия, все. И даже мы можем решать неоднородную работу. Здесь все писал для однородного. Можем решать неоднородного, задавая начальное состояние квантовой системы. Это все получается. А вот, ну, вот с этими, значит, ремарками по поводу того, что фан Ноймана и Дерехле ограниченные условия. В начальном условии тоже не было. Распределение по х в т равно и тяну. Вот в таких ограничениях. И для этого алгоритм способен. Если этого нет, если нужно диссипация или что-то так далее, этот алгоритм не будет работать. Если больше вопросов нет, давайте еще раз поблагодарим докладчика. И мы готовы слушать Ивана Валерьевича селекция. Нет, там флешка вставляется, вот тот монитор. Ну, флешку я могу дать. Да. Нет, там флешка вставляется, вот тот монитор. Нет, там флешка вставляется, вот тот монитор. Нет, там флешка вставляется. 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 Продолжение следует...